привет меня зовут наталья добро пожаловать на мой канал моя американская история и в этом видео мы поговорим о том как россиянину уехать в сша после 21 сентября 2022 года но я вообще нашла очень интересную и подробную информацию на сайте рубик точка us на эту тему я оставлю ссылку почитайте но для тех кто не имеет возможности или времени почитать я озвучу эту информацию вербально в этом видео я скомпоновала информацию из нескольких источников и поэтому мы разделим этот ролик на две части в первой я расскажу о том куда можно уехать из россии в общем а потом уже о том как попасть в сша из этих и не только стран куда можно уехать но сначала давайте быстренько перечислим страны куда можно уехать тем людям у кого нет загранпаспорта но при этом в сша они естественно попасть не смогут даже вот из именно этих стран куда можно поехать без паспорта и так без загранпаспортом граждан российской федерации принимают казахстан до 90 дней кыргызстан до 7 месяцев армения до 180 дней беларусь до 90 дней с загранпаспортом можно приехать в грузию на 360 дней сербию израиль узбекистан таджикистан арабские эмираты бразилию на 90 дней в мексику на 180 дней и в другие страны сразу после объявления путиным 21 сентября мобилизации авиабилеты на рейсы в эти страны были раскуплены на ближайшие дни в аэропортах при досмотре мужчин спрашивают о военной службе о том когда были куплены билеты и если обратные билеты об этом рассказывают сами пассажиры в телеграм-канале пограничный контроль случаев когда кого-нибудь в аэропорту разворачивали пока не было в этом же телеграм-канале советуют говорить о цели поездки туризм удалить из телефона подписки на оппозиционные каналы скрыть или удалить свои посты если они могут вызвать вопросы у пограничников и иметь обратные билеты одним из новых маршрутов отъезда из россии стал путь через омск в казахстан добраться можно на поездах через сухопутную границу можно попасть в беларусь в грузию а затем в армению в беларусь ежедневно ходят поезда из москвы и санкт-петербурга на границе пассажиров не проверяют по крайней мере пока из беларуси можно нелегальным путем добраться в литву и попросить там убежище есть отдельные участки которые не контролируются пограничниками в лесу в кустах специально спрятаны велосипеды чтобы проще было пересечь границу кроме этого через границу ездят маршрутки для нелегалов правда стоят они недешево более 500 долларов похожая схема действует и на границе с польшей которая с 26 сентября полностью закрывает въезд для россиян шенгенской визы по суше морю и воздуху при выборе будущего места жизни обратите внимание на политическую обстановку например отношения армении и азербайджана в последнее время обострились поэтому стоит выбирать города подальше от границ латвия литва и эстония с 19 сентября закрыли въезд через внешнюю границу евросоюза россиян с шенгенской визы после объявления в россии мобилизации страны балтии вместе с чехией объявили что не будут предоставлять российским уклонистам визы по гуманитарным основаниям а финляндия заявила что возможно тоже закроет границу россиянам с шенгеном пока же эта страна ограниченно принимает заявление на визу но только по понедельникам а в германии наоборот обещают пойти навстречу тем россиянам кто откажется пойти воевать там уже как и в литве действует особый тип виз гуманитарной основанием для ее выдачи может считаться любая оппозиционная деятельность россиянам бежавшим из страны на границе помогает проект ковчег у них есть два коливинга в стамбуле и ереване где можно бесплатно жить две недели и этот проект также предоставляет помощь юристов психологов помогает в изучении иностранных языков на этом первая часть моего видео закончена теперь давайте поговорим о сша как попасть сша если у вас нет американской визы то ее можно попробовать получить в диппредставительствах сша в других странах но сразу нужно понять что попасть сша будет долго и затратно в сша вы можете оказаться в лучшем случае через несколько месяцев самый оперативный способ это через казахстан за один-два месяца визу нигде больше не сделать но в казахстане получится скорее чем где-либо будьте готовы что ждать придется несколько месяцев ближайший слот для подачи документов можно найти в американском консульстве в алматы здесь иногда появляются даты даже на октябрь нужно только ловить в чатах иммигрантов пишут что на январь можно свободно записаться но дольше придется ждать подачи документов посольства сша в астане ближайшая запись там на конец февраля следующего года прием ведется на русском языке казахстан удобен тем что туда можно приехать даже без загранпаспорта но опять подать на визу сша без него не удастся вариант 2 турция безвизовая страна легко добраться жилье недорогое но все эти плюсы прикрывает очень большой минус ждать в стамбуле придется до лета следующего года в анкаре свободных слотов нет совсем армения это третий вариант а загранпаспорт там не нужен жилье относительно дешевые нуждать придется до двадцать четвертого года именно на этот год открываются новые слоты можно попытаться найти пораньше через посреднические фирмы которые используют боты для поиска свободных слов слотов но я честно говоря не знаю насколько это легально вариант номер четыре израиль визу туда также не нужно записаться можно только на конец февраля двадцать четвертого года в консульстве в лавиве в посольстве в иерусалиме свободных слотов нет совсем прием документов там ведется на русском языке но израиль обойдется в копеечку как перелет так и проживание вариант номер пять недосягаемая польша ранее польша была наиболее популярна у россиян страной для подачи заявлений на американские визы и это можно было сделать варшаве и в кракове столице прием ведется на русском языке а в кракове на английском именно в польше больше нигде россиянам оформляют иммиграционные визы по которым можно жить долгое время и работать запись на октябрь однако большая проблема попасть в польшу россиянам запрещают находиться в этой стране по шенгенским визам а с 19 сентября с такими визами невозможно пройти через сухопутную границу с евросоюзом через беларусь ну а начиная с 26 сентября больше закрывает для россиян воздушную и морскую границы а так американские дипмиссии для граждан рф продолжают работать в польше и свободные слоты можно найти даже на октябрь вариант 6 другие страны европы во франции и греции можно подать документы в январе в нидерландах феврале в испании в августе следующего года но везде нужна шенгенская виза следующий вариант номер 7 это не европейские страны есть несколько безвызовых стран где тоже есть американские посольства бразилия аргентина арабский мирлат эмираты таиланд и госдепартамент сша указывает их как государство где россияне могут получить визу но в том же списке есть и грузия хотя по факту заявление там принимают только у обладателей внж или у самих граждан республики поэтому необходимо дополнительно уточнить через обращение может ли это самая дипмиссия в той едином стране принять документы у не резидента например российской паре которая выиграла грин карту удалось назначить интервью в посольстве в бразилии помните что в следующих городах посольства сша не обслуживает не резидентов в баку минске и копенгагене поэтому если вы не резидент этих стран то в этих городах вы не можете рассматривать возможность получения визы в сша свободных мест также нет финляндии германии италии швейцарии бельгии венгрии румынии болгарии тоже туда тоже смысла нет ехать чтобы плачать подавать на визу сша теперь если вам все-таки удалось найти подходящее консульство какие документы подготовить необходимо заполнить заявление по форме диез 160 на сайте государственного департамента сша собой нужно взять российский паспорт загранпаспорт с копией чек за оплачиваемый консульский сбор документы которые подтверждают финансовой обеспеченности связи с россией например справка с места работы с размером зарплаты свидетельство о браке свидетельство о рождении детей выписка из егр н без понятия что-то по оправе на недвижимость техпаспорт на транспортные средства консульский сбор для туристических гостевых и деловых виз b1 b2 а также студенческих f1 и м1 160 баксов для рабочих и чего нбл 1 у 1 190 долларов на этом все спасибо большое за внимание ссылку на эту статью я оставлю пожалуйста почитайте и я надеюсь что все будет хорошо скоро все закончится те кто не хотят ехать те кто не кто хочет уехать уедет и понес скоро закончится украинцы славы украине героям славам у вас все будет хорошо вы молодцы